Детская литургия – богослужение, за которым поют юные церковные хористы. Так детям легче и интереснее в церкви. Дети поют во многих храмах благочиния, и среди них победители и лауреаты вокальных конкурсов. В прошедшее воскресенье прихожане Покровского, Перхушковского храма стали свидетелями литургии уникальной, сопровождаемой сводным хором всех юных певчих районов. Эти стены, возведенные в 1746 году, где имеются пределы иконы Покрова Пресвятой Богородицы, а также Казанский, Никольский и Александра Невского, видели и нашествие воинов Наполеона, и богоборчество XX века. Но звучание пятидесятков голосов отроков и отроковиц здесь, пожалуй, впервые. Священникам помогают и юные панамари. Литургию возглавил помощник благочинного священник Григорий Федотов. Поздравив прихожан с уникальным богослужением, он напомнил о главном в Евангелии дня. Вот в Евангелии говорится о том, что две заповеди самые главные. Это любовь к Богу и любовь к ближней. Но часто современный лукавый человек как выступает? Он говорит, ну, Бога-то я люблю. И это самый главный заповедь. А то, что там ближний, это ладно, как-нибудь потом. Но беда в том, что на самом деле настоящая любовь к Богу, она воспитывается именно любовью к ближнему. Собственно, обучение в воскресной школе и преследует вышеозвученную цель – учиться любви к ближнему. Литургия, где юные и взрослые певчие вместе – основная, но не последняя часть праздничного дня. В новом здании дома Причета ребята устроили концерт, демонстрируя достигнутое занятиями именно в воскресной школе. Прозвучавшее не всегда церковное произведение. Дети осваивают и светский репертуар. Не посрамила фамилии родственница известной вокалистки Екатерина Кормухина. Исполнены песни о родине, дружбе, любви. И в творчестве к воцерковленным детям разрешено все, кроме пошлости. Помимо посещения многочисленных творческих и спортивных кружков, с пользой для души воскресные дети изучают закон Божий, церковно-славянский язык. На практике из Евангелия они берут пример добрых поступков, избегая в жизни того, что порицается Священным Писанием. Впрочем, все не навязчиво. У нас эта школа больше стоит для общения, для того, чтобы у вас был этот круг общения верующих людей, чтобы вы могли эту кругу поддерживать, жить одними целями, одними радостями. Там душевные разговоры мы ведем, мне очень нравится. Дальше мы там поем. Это тоже очень-очень нравится мне. А скучно вам там не бывает? Нет. Почему? Ну там вот какое-то душевное состояние такое. Друзья, очень весело. Вот, рисование, закон Божий, даже церковно-славянский, даже круги, кружки для фотографий, хочется фотографии делать. Я очень рад. Мне нравится в воскресной школе, потому что, когда я первый раз услышала о ней, мне стало очень интересно. Но мама сказала, что у меня очень много занятий и так. Но я все равно просила, мы пришли туда, и нам сказали, что можно записываться. И мне очень нравится в воскресной школе, потому что я там встретила этот хор. Если бы я его не встретила, мне бы было очень грустно. Веру, любовь учит ребенка смирению, терпению, любви к ближнему и Господу, к своей родине. Начало учебного года в воскресной школе. Всегда начало нового. Побед в конкурсах, знаний, помощи немощным. Это новые поездки и встречи. И немаловажно. Все занятия в воскресной школе бесплатные. Их финансирование складывается из пожертвований прихожан. Ольга Винтер, Одинцовская, благочиние, телекомпания Одинцова.